В прошлый понедельник губернатор Алексей Кокурин поручил подать отопление в жилой фонд области. Срок отводился неделя. По ее прошествии в информационное агентство Курганру обратились жильцы дома по улице Невежина, 18, которым все еще не включили отопление. Я уже престарелый старик. Мне уже, считай, без скольки-то дней, 82 года. Сижу дома, одевший, обувший, пью чай, чтобы согреть хотя внутри все. Нету отопления. Самая высокая температура плюс 3 градуса в квартире. Как жить при такой температуре? А сейчас мороз идет, снег вот уже выпадает. И не думают ничего тепло давать нам. По словам жильцов, отопление в доме даже не запускали. Многие не в силах жить в холоде. Переехали к родственникам. Остальные включают обогреватели, мотая электрощетчик и кутаясь в тулупе. У меня полувер, потом еще одеваю костюм на себе теплый. Ну и одеваю уже шубу. Все, которые у меня есть, все одеяло на себя одеваю. Чуть разделся, холод сразу чувствуешь. Опять замерзаешь. Опять, ну что это, это не получается, не сон. По словам жильцов, управляющая компания ссылается на генерирующую. А генерирующая на управляющую. Люди оказались в замкнутом круге. Управляющая компания ничего толком не говорит. То есть они либо не берут трубку, либо берут и говорят, что они вроде как что-то делают и пытаются договориться с генерирующей компанией. Но по факту никаких действий нет. То есть сегодня уже было очень холодно ночью и соответственно в квартире температура достаточно низкая. И все еще никаких комментариев по поводу того, когда все-таки теплоноситель будет поступать в дом, у нас нет. Мы обратились за комментариями в управляющую компанию Курган Плюс, которая обслуживает дом. Ее директор сказала, что с их стороны дом подготовлен. Система отопления промыта и опрессована. Но тепло не запускает Курганская генерирующая компания. Невежно 18 не поступает тепло по причине того, что тепловые сети не включают, поскольку в доме присутствует в подвальном помещении частично полипропилен. То есть полиэстер. Как по законодательству, по жилищному кодексу пишут нам тепловые сети. С таким материалом дом они не запускают. Управляющая компания направила тепловым сетям три гарантийных письма. Она просит подать в дом тепло, обязуясь заменить полипропиленовые участки труб на стальные при подготовке к следующему отопительному сезону. Главный инженер тепловых сетей объясняет, мы не имеем права. Сам по себе полипропилен, он имеет свойство вздуваться, когда, допустим, переходится на максимальный режим температуры в зимний период, когда на улице минус 36, минус 37, идет высокая температура и, соответственно, материал, пластик, он не может выдерживать по своей конфигурации данную температуру в течение длительного времени. Может быть порыв, могут несчастные случаи быть, если будет отслуживающий персонал, могут быть утечки, соответственно, остановка дома и, скажем, прерывание теплоснабжения в самый неподходящий зимний период. Управляющая компания «Курган-Плюс» обслуживает данный дом уже два года. Она должна была предусмотреть такой вариант развития событий и своевременно, до начала отопительного сезона, заменить пластиковые трубы на стальные. Иными словами, можно говорить о непрофессионализме или халатности руководства управляющей компании. Я уж не буду говорить о профпригодности или профнепригодности директоров управляющих компаний. Пусть специалисты оценивают их знания. У них должен быть ответственный специалист, который аттестуется и должен обеспечивать ответственность за безопасную эксплуатацию тепловой энергоустановки, теплопотребляющей энергоустановки, которым является дом. Вот надо спросить, кто у них этот специалист, как аттестован и чем он занимается. В администрации города Кургана оказались в курсе сложившейся ситуации. По версии чиновников, один из магазинов, расположенных на первом этаже дома, самовольно заменил стальные трубы на полипропиленовые. Сегодня вот эти собственники меняют обратно на сталь, то есть завтра дом должен быть запущен. Жители, настрадавшись от холода и намотавшие электросчетчики из-за отопительных приборов, не хотят оставлять дело просто так. Они собираются подать гражданский иск о возмещении материального ущерба и морального вреда, только не знают на кого. Невежина-18 был подготовлен еще в летний период, то есть управляющая компания его промыла, прессовала, у нее было все готово. Но вот именно из-за собственников, те, которые находятся в доме и прошли именно полипропилен в техэтаж, то есть возникла вот эта проблема. Так скорее всего предъявлять надо не управляющей компанией, а именно собственникам, которые нарушили. Пока готовится иск, жильцы дома обращаются к надзорным органам, в частности прокуратуре. Я хочу, чтобы пригласить сюда представителей прокуратуры, и чтобы они сами лично замерили температуру в квартире. Вот. Потому что невозможно. Никто не обращает внимания сейчас на жильцов. Что это такое? Закон у них существует сейчас, те, кто занимаются этим теплом. Почему не дают нам тепло? Антон Тиженков, Николай Волков, Владислав Базалев, Александр Карпов. Информационное агентство Курган.ру